Худяу. Что за намёки? Что за намёки? Я знаю, когда-нибудь худяу, но не сегодня. Всем привет! Вы на канале Покашеварим, это обзорище. Начало у нас сегодня необычное, потому что нам пришлось приехать в район Верхней Масловки, чтобы получить заказ из ресторана Китайские новости. Это ресторан Китайской еды, но зона крайне ограничена доставке, поэтому нам пришлось до этой зоны доехать. Обещали за час 15 привезти, пока сидим в машине, ждём. У них немножко странный момент есть. Вот зона доставки на сайте, она ограничена таким ровным кружочком, то есть как будто бы из центра. Кружочек в центре, и кружочек расходится потом до третьего транспорта, приблизительно. А по факту на сайте, я смотрю, у них довольно много ресторанов. Вот пять штук. На Профсоюзке есть, на Спиридоновке, на Новом Арбате, на Братиславской, и всё. Четыре ресторана. И у меня представляется, зона доставки, она более такая рваная должна быть. Но нет. Вполне вероятно, что эти ребята, у них есть какой-то там цех, кухня в центре Москвы, откуда возят именно для доставки. Это теория. Не факт, что это так. По ходу дела, уже в Москве заканчиваются доставки. Ну, по крайней мере, те, которые локально могут до меня довозить. Поэтому всё больше и больше на этом канале будет обзоров вот в таком формате, когда мне придётся куда-то ехать. И это хорошо. Подышим свежим воздухом. Хотя, кого я обманываю, мы, блин, в центре Москвы тут. Воняет СО2 адски. Ладно, ребят, ждём. Я извиняюсь, мы там во дворе встали, тоже не отсюда приехали. Там, если в пакетах, я заберу, унесу. У меня... Чё, я вас таскать буду. А я искал, где первый подъезд, там вообще такой оказался. Мы с той стороны зай. Подождём. Интернет такой. Всё получилось. А, выполнено всё, окей. Счастливо. А? СССР, я сказал, представили. Наверное, сейчас посмотрю. Просто сфоткать, что за дом. Между прочим, китайские новости мы забрали рядом с домом художников. Художников, а это памятник архитектуры конструктивизма 1929-1932 годы. Нифига себе, я адрес выбрал. Пока шеларим здесь. Зоны оттенали. Расскажут, всё, как есть. Как здесь и копейки. Уйдет ругаться и кидать доставки. Рассуждём только хорошие доставки. Мы доехали за полчаса от Верхнемасловки до дома. И, в принципе, всё до сих пор осталось тёплое. Я не буду мерять температуру. Оно сейчас ещё всё тёплое. Но, когда привезли, оно было, в принципе, горячее. Нам везли с Нового Арбата. Из ресторана Новый Арбат. Хотя я думал, что там что-то. Нет, вот здесь прямо написано, что это China News Арбат. Вот. 4658 рублей нам всё обошлось. Но было дороже изначально. Было около 5000 рублей. Но какая-то скидка применилась на сайте. И раз, и как бы и дешевле. Это приятно. По времени доставили идеально. Обещали за час 15. Привезли за час 15. В последнее время мне вот сколько обещают, за столько и привозят. В общем, вот в таком формате. Давай смотреть, что нам дали. Печенье с предсказаниями. Я написал, что у нас пятеро. Нам дали 5 печенек. Так, здесь ещё напиток. Но его сюда положил я. То есть он тоже был холодный. Вот в подарок нам дали такой лимонад за сумму заказа. А этот маракуйя лайм заказывал я. Я если вижу маракуйю, я всегда закажу. Вот такие вот китайские коробочки. Смотри, всё абсолютно в одинаковых коробочках. Единственное, что их отличает, это размер и надписи на них. Очень удобно, кстати, в плане подачи. Что, смотри, не надо разбираться. Тут коробочкой на ней написано, что именно это очень приятно. Дополнительно дают салфетки. Но для китайской еды всё-таки вот такое количество салфеток, это катастрофически мало. Потому что и баклажаны, и мясо в кисло-сладком соусе, это всё очень соусное, очень жирное и очень обляпывающая история. Надо класть больше. Спросите, с чего начинать и по факту разницы не имеет, потому что у нас все блюда горячие. Может на сайте у них есть там какие-то салаты, но реально я бы что-то заказал, вот вроде бы из почти всех разделов, но там везде горячие блюда. Это хорошо, я люблю горячие, мне нравится, когда тепло. Давай с первого начнём. Жареный рис с овощами. Это элементарно. Стоит жареный рис с овощами 300 рублей. Вот, между прочим. Минус 45 рублей. Вот за доставку, кстати, я выяснил, за что дисконт 15% за доставку. И самовывоз ещё. Жареный рис с овощами. 230 граммов должен весить. 292 весят. С коробочкой здесь всё хорошо. 300 рублей стоит в стоке. Соответственно, в нашем случае минус 45 рублей. Вот видите, доставка выгоднее, чем в ресторане. Это о чём я и говорил, да? Что круто, когда делают дешевле в доставке. Это классно, конечно. Аромат пошёл довольно симпатичный. Палочки. Довольно обычные. Не самые плохие. Без заусенцев. Пойдёт, короче. Вот такой рис, смотри. Коробочки у них в тарелку не раскладываются. Мне нравится, когда можно разложить в тарелку и кушать всё, как положено. Ну, смотри. Жареный рис. Чисто такой рис под тай. Вот я недавно был в Таиланде, поэтому помню, здесь брокколи, морковка мелкорезанная. Нет ощущения, что это из мексиканской смеси делается, как многие купили в пятёрочке. Засыпали и давай продавать. Нет, тут ощущение, что они порезали действительно овощи. Незамороженные, а свежие. И вот такой вот рисок. Довольно симпатичный. Рис, кстати, рассыпчатый. Хотя, азиатские обычно, они более липкий такой рис делают. Давай попробуем. Аромат прикольный. Запах шпината есть. Туда ещё вот этот рис замешано яйцо. То есть, видимо, когда обжаривали, закинули яйцо, вот оно тут мелкоформатное, такой омлетик попадается. По вкусу это очень простое блюдо. Тут нет каких-то ярких вкусов, от которых можно прям кайфануть. Ну, потому что я люблю китайскую кухню, серьёзно. Кисло-сладкие соусы вот эти вот, соевые. Вот очень нравится. Здесь нет такого ощущения. Но это очень похоже на классический жареный рис, который вы съедите, мне кажется, абсолютно в любой стране азиатской. И в Таиланде, и во Вьетнаме, и в Камбодже, и в Японии. Вот везде будет так же. И в Китае есть. Довольно сытно, довольно симпатично по вкусу. Ну, ничего особенного прям вау-эффекта нет. Но если сравнивать с обычным там варёным рисом, то это, конечно, гораздо любопытнее и интереснее. Но я думаю, что впереди меня ждёт всё-таки история полюбопытнее. Например, о, салат с хрустящим баклажаном. Боже мой. В китайской кухне баклажан – это вообще просто обязательно, обязательный продукт. Ещё и хрустящий. Ты смотри, это необычно. 250 граммов должен весить, 288. Всё окей. Но вот здесь, судя по составу, есть рисовый уксус, и это уже настраивает на какой-то яркий вкус. Вот они, баклажаны. Естественно, они уже не хрустящие, потому что они могут быть хрустящие, наверное, секунд 5 после приготовления. Потом это всё вместе превращается, ну, вот в такие довольно, кстати, аутентично выглядящие баклажанчики. Я готовил такие у себя на канале. Слушай, я вот сейчас сглатываю слюну, и чёрт подери, это вызывает аппетит. Внутри огурцы, жареный лук, арахис. Вон он прям соус. Такой коричневый. 420 рублей стоит такое блюдо. Это дорого. Ну, это довольно по-китайски. Мне нравится. Мне нравится это блюдо. Здесь я уже начинаю получать эмоции. Те эмоции, которые мне нравятся в китайских ресторанах, именно на кисло-сладкость вот эту. Я в сотый раз, наверное, повторюсь, что китайская кухня, ну, не знаю, вы, наверное, ходили тоже, знаете, в китайские рестораны. Ну, хотя бы в пародии на китайские рестораны. Тем не менее, даже в пародиях пытаются повторить вкусы необычные. А необычность китайской кухни это яркие вкусы. Они яркие, в том числе, за счёт добавления глутамата, натрия. Вот вы, мои зрители, наверное, адекватные, вы не боитесь глутамата, натрия, да? Ну, например, в китайской кухне они сыпят его как соль. И в этом нет ничего страшного. То есть вся Айзия живёт подольше нас, друзья мои. А у них и пальмовое масло, и глутамат, натрия вместо или вместе с солью. И ничего. Вот. Мы же все такие здоровыеся, да? И у нас средняя продолжительность жизни ниже пенсионного возраста. Но там, правда, по другим причинам, неважно. Короче, мне нравится то, что я сейчас ем. То, что баклажаны не хрустящие, это, пожалуй, для меня не облом. Они всё равно вкусные. То есть и уксус, и сладость какая-то там с сахарочком. Вот этот соус сделанный. Он мне нравится. Короче, это уже намёк. Это уже намёк. Но сказать, что я сейчас вот там дофига китайского получил, нет. Я хочу надеяться на курицу по рецепту генерала Цао. 250 грамм, между прочим. Я не знаю, кто такой генерал Цао. С этим будем разбираться позже. Что за человек. 352 грамма, когда заявлено 250 граммов. Не знаю, нормально это или нет, но пока всё соблюдают китайцы. Но это история воков. Воке всегда делается скорее с перевесом, нежели с недовесом. Всё, что в коробочках, всегда кладётся хорошо. Вот это прикол. Смотри, там апельсин или это мандарин. Это апельсин. Здесь брокколи. Тут курочка. И там опять брокколи. И какой-то идёт очень-очень ореховый запах оттуда. Я не знаю, с чем связано. Сейчас будем пробовать. Ну, слушай, тут 5 кусочков курицы вот в этой панировке. И остальное брокколи, соус и несколько кусочков очищенных апельсинов. Вот всё блюдо как бы. Оно, судя по названию, очень фирменное. А что ж по вкусу? Ну, видимо, имеется в виду Цао Кунь. Я вот в Википедии забил. Цао Кунь – это глава джилийской клики в Бэйянской армии и президент Китайской республики. В 1862 году родился. В 1938 году, кстати, вот. Да, на усилителе вкуса нормально так жил, чувак. 80 лет, да, прожил приблизительно? Нормальный дядь. В общем, не знаю, там, его рецепт не его. В те времена я боюсь, что он скорее занимался войной всякой, нежели гастрономией. Какой необычный соус. Описание никак не отвечает на мой вопрос, а что же это за соус. Из описания написано, что это соевый соус, рисовый уксус, чеснок, имбирь. Классика. Вот такая вот дружеская четверка. А по вкусу я чувствую, как будто бы что-то ореховое. Знаешь, как будто в соус добавили ореховую пасту, вот, арахисовую пасту. То есть вот такое ощущение. Я не знаю, откуда берется этот вкус, честно. Давай попробуем еще. Но очень странное блюдо, мне не понравилось оно абсолютно. Может быть, кунжут дает такой прикус, чуть не узнает. Я бы такое блюдо брать не стал, серьезно. 250 граммов, 420 рублей, при всем уважении генералу ЦАО, хотя мы не знакомы с ним, генерал Центрального административного округа. Вот. Мне это блюдо вообще не понравилось. Оно неинтересное. Какое-то склизкое и странный соус, который не впечатляет. Ну вот. Тем не менее. Хрустящая курица с ананасами. Надо перестать называть курицу, жареную во фритюре, обмазанную соусом, хрустящей. Потому что вот как только это все вот вместе с соусом, с овощами обжаривается, все, оно мгновенно, я говорю, 5 секунд, пока до стола доходит, оно уже не хрустит. Ну, нет, до стола еще может хрустеть, но уже в доставке точно она не будет никогда хрустящей. Вот, как в данном случае. Это уже вот такое вот. Это то, что мне нравится. 250 граммов. 250 граммов. 440 рублей. У нас по весу опять все хорошо. Как бы и недовеса нет, и как бы и перевеса-то особо тоже нет. Курица. Быстро обжаренный болгарский перчик с морковкой. Смотри, как тонко порезано. Это душевно. Лук. Ну, то есть это все, это классика. Где ананас? А вот и ананасик. Один. Может быть, еще там один есть. Но в целом это блюдо абсолютно вот такое, которое я люблю. Мне вот курица в кисло-сладком, свинина в кисло-сладком. Очень нравится. И ананасики тоже в тему. О, кунжутное масло они используют. Оно и блеск дает. И вкус у него, конечно, классный. Для китайской кухни кунжутное масло это тема вообще. Серьезно, у меня стоит. Я тоже, наверное, добавляю. Мне очень нравится вкус. Кстати, подожди. А вот в том-то блюде, наверное, это масло. Они просто много масла добавили. Нет, тут чисто кунжут. Тут нет никакого кунжутного масла. В общем, непонятно. Овощи айденто. Слегка обжаренные. Но если так вот по-честному, то, наверное, чуть-чуть как бы не до. У меня опыт, в общем-то, в китайской кухне не очень-то большой. У меня просто есть любимый ресторан, где всегда, всю жизнь работали китайцы. И там было вкусно. На него обзор я тоже снимал. Это ресторан Лусан. Их несколько в Москве. И там офигенно. Вот всегда вкусно. Для меня это ориентир, как бы, китайской кухни здесь вот в Москве. В Китае я не был. Но те, кто были в Китае, те тоже говорят, что правильно, вот этот ресторан может быть ориентиром китайской кухни в Москве. Что касается китайских новостей, ну... Я не могу утверждать, я могу только предполагать, но ощущение, что это такая, знаешь, очень европеизированная китайская кухня. Когда... То есть должно быть ярче, должно быть кислее. А оно чуть менее кисло, чем должно быть. Потому что они меньше добавляют уксуса, чтобы нравилось боль. Чтобы нравилось твоей маме. Вот условно так назовем. Это пока предположение. Давай все-таки будем делать выводы чуть попозже. Вот свинина в кисло-сладком. То же самое должно быть. 420 рублей стоит. Цены, кстати, конечно, великоваты. Так. В общем-то, ничего особенного. Опять те же самые пол-коробочки. Те же самые положенные 250 грамм, которые 275. Все окей. Здесь, значит, смотрите, носки резанные. Ну, я гоню, конечно, это древесные грибы. Два кусочка болгарский перец. Опа, а это что, киви? Киви внутри, смотри. Свинина. Опять болгарский перец. Желтый, зеленый. И киви. Вот это прикольно. Ну, я думаю, что соус приблизительно тот же, что был сейчас в свинине. Ой, в курице с ананасами. И вот здесь вот тоже вот этот запах, запах, блин, ореховый. Вот стопудово тут есть кунжутное масло. Кунжутное масло, да. Вот здесь вот они его не написали. Я думаю, что оно там тоже есть. И в зависимости от количества его, вот этот ореховый привкус, он либо чувствуется, либо чуть менее чувствуется. В общем, хрустящие баклажаны, там тоже есть кунжутное масло. Вот, но там соус, конечно, скучноватый в целом. Давай, ладно, свининку попробуем. Киви нормально в тему, кисленькая. Но все-таки не покидает ощущение, что вот этой историей заведуют не китайцы. Я заранее не изучаю там вопрос, кто рестораном владеет. Может, это там Аркадиновиков, Ивлев, я не знаю, кто открывал этот ресторан. Но по факту, как бы, по моим ощущениям, что он немножко не доазиатский, не до китайский. То есть, вот он какой-то осторожный такой, аккуратный вкус, чтобы не удивлять. А мне, как бы, я что-то вот, когда китайская, вот Дракон Азии был нормальный в этом плане. Там, если там, прям, вот так он был. Дракон Азии, посмотрите, обзор, кстати, был недавно. Курица Гунбао, вот опять, из той же серии, там, с орешками, да, сколько стоит. Курица Гунбао, Цао Гунбао. Курица Гунбао, 250 граммов. Куриное филе, лук, зеленый арахис, паста томатная, апельсин, лимон, соус Худяо. Худяо, что за намеки? Что за намеки, я знаю, когда-нибудь Худяо, но не сегодня. Рисовый уксус, соус, соевый масло, кунжутный, имбирь, перец, сушеный чили. Вот, смотрите, курица Гунбао, 250 граммов. Опа, первый недовесит. Ну, потому что коробочка уж 10 граммов-то, она точно весит. И у нас, как бы, недовес. Ладно. Курица Гунбао, 250 граммов. Мелкие кусочки курицы. Это прикольно. То есть, вот, когда мелко порезано, они все порезали в этом блюде под формат орешков. В смысле, арахиса, который тоже здесь есть. То есть, вот, размер... Ага, арахис-палочка взять-то вот. Размер арахиса, да? И примерно так же порезана вот курочка. Это прикольно, это мне нравится. Правда, лук нарезан уже гораздо крупнее. Ну, в общем, вот такое вот все в соусе. Очень немножко блюда. Кладут что-то жлобский, кстати. Сушеный перец чили. Вот тут тоже вот легкий диссонанс. Вот я сейчас сказал, что кладут немного. А ведь по факту, действительно, 250 граммов за дорогое блюдо. То есть, 420 рублей стоит это блюдо. И вот, блин, по моим воспоминаниям, даже после подорожания, мы снимали бизнес-ланч. Ездили вот как раз в ресторан в Лусан пару лет назад. И там, ну, типа, за эти деньги, вот, ну, такая здоровенная. Тарелка была еды. А тут как бы, ну, ладно, когда, знаешь, там говорят, на донышке, но в тазике. Я бы не отказался, но тут как-то в маленькой довольно коробочке. И по большому счету на донышке. А, ну, это хорошо, это остренько. О-о-о! Давай, лимонадик. Извините, что из горла это моя порционная штука. Сколько стоит лимонад? 350 рублей. Я прифигел, 350 рублей лимонад маракуйя стоит. Пюре маракуйя, листья лайма. Сахар, вода, морсклюквенный. Лимон. 350 миллилитров. Ну, по вкусу лимонадик, в который добавили сироп маракуйя. То есть, там даже, даже косточки маракуйи не плавают, чтобы, ну, то есть, когда внутри косточки маракуйи, сразу кажется, что, о, дорого-богато там, вот эти рыбьи глазки, я их называю. У меня дочка сегодня говорит, папа, ты шутишь, блин. Я говорю, да, шучу. В общем, в целом, блюдо острое, но по-прежнему оно такое же неинтересное, как было и до этого. Это очень странно. Я ожидал восторга сегодня. Жареная широкая рисовая лапша. 280 граммов, 286, опять легкий недовес. И все это стоит 470 рублей. Слушай, ну, все-таки цены неадекватные. Сейчас про них поговорим отдельно. Вот, жареная широкая рисовая лапша с говядиной. Рисовая лапша, говядина, лук, зеленый, соевый соус. Ну, плюс-минус то же самое. Соус худяо. О, здесь еще ростки соевые, лапша. Ну, смотри, я, кстати, вот рисовую лапшу широкую, я особо что-то не видел нигде. И тонко-тонко порезанное мясо говядины. То есть не червячками, как вот я привык, я не знаю. Не то, что привык просто, как ожидаешь, да. А вот такими тонкими полостами. Давай попробуем говядину. Очень мягкая, очень мягкая. Огонь. Вот здесь вот, слушай, вот уже я прям по соусу чувствую. Нет лишних заигрываний таких вот с кисло-сладостью. А тут скорее такая сытная, соевая, соевый вкус. Вот это блюдо мне нравится по вкусу. Симпатично, очень мягкое мясо. Очень необычная структура вот этой рисовой лапши. Я серьезно, я ее не видел в магазинах, чтобы ее продавали. Она как бы отличается от пшеничной или гречневой. И соевые ростки похрустывают немножко брикони. Вот это блюдо интересное. Что касается цен. Ну честно, вот для меня как бы китайская кухня, она дорогая. Но взамен на высокие цены ты получаешь много продукта. Вот здесь ощущение, что мне не додают. То есть очень маленькие порции относительно стоимости. В том же Дракон Азии. Да, я абсолютно точно помню, что цены, наверное, примерно такие же были. Ну пусть это не 420 рублей, а 500 рублей стоило. Но там под полкилограмма еды клали. То есть коробочка там целая была. Вот это немножко расстраивает, что примерно за те же деньги я получал больше. И вкус там был поинтересней. Вот, хотя это блюдо все-таки я бы одобрил. И, пожалуй, бы прям вот мог бы себе его брать. Да и кисло-сладкое я бы тоже мог бы брать. Потому что я люблю такие вкусы. Вот хрустящие кусочки курицы по-тайвански с лапшой. Еще одна штука с лапшой. Кстати, если вы меня спросите по поводу того, доваривают они лапшу или нет. Да, здесь доваривают. То есть это вам не всякое там итальянское вот это вот аль денте. Тут доварено все. Но не каша. Снова 250 граммов. Вот тут нормально. 283. Есть подозрение, что все соблюдено. Вот такое вот блюдо. Хрустящие кусочки курицы. Кстати, смотри, они тут в соусе не замешаны. Да, они отдельно. Кусочки курицы лежат сверху. И есть шанс, что они вполне может быть не хрустящие, но по крайней мере не такие вымокшие. В общем, из курицы тут 4 кусочка всего. Внутри лапша, в соусе с болгарским перцем. И вот все. Больше мне говорить нечем. Ну, опять вот эту ореху. Блин, да откуда вкус ореха-то я не понимаю. Непонятно. Как будто бы реально, знаешь, там типа миндальная панировка у курицы. Это законно вообще. Здесь еще любопытнее, потому что тут добавляется еще и устричный привкус. Устричный соус здесь внутри. И он добавляет интереса. То есть тут есть уксус, тут есть определенная сладость, тут есть устричный соус. Ну и острота. Это острое блюдо. Причем сам соус острый. Вот курицу я съел отдельно, которая лежала сверху. Она вообще острой не оказалась. Курица весьма мягкая. А вот внутри, конечно, островатенький этот острый. Ну, для любителей острого, в принципе, подойдет. Ну, может быть тоже. Может быть вот это блюдо тоже мне бы зашло по вкусу, но не по цене. Не, блин, вот цена все-таки, в черт подери, неадекватная. Ладно, хочу желание. Что-то у меня такое желание открыть желание. Неимоверное. Не опаздывай. Помни, что каждый день первый в оставшейся части жизни. Нифига не понятно, но очень интересно. Ну, вы поняли философию? Не опаздывайте. Опаздывайте вообще плохо просто, неприлично. Я бы так написал. Не опаздывайте. Это неприлично. Печенька сладенькая вполне сойдет. Лапша с уткой это на потом. Давай вот это, смотри. Тушеный баклажан. О, тушеный баклажан. Вот в этом, ребята, я дока, я обожаю вот эти китайские тушеные баклажаны. В чесночном соусе. 250 граммов. Все хорошо. 390 рублей стоит. Ничего тут необычного нет. Баклажаны. Обжаренные вот в кляре, да, типа во фритюре, наверное. Ну, естественно, уже это все нифига не кляр, а жишка. Ну, тушеный, смотри, там целый баклажан кусочками. Я вот это люблю. Вот это мне понравится, я уверен. Очень европеизировано, блин. Нет, хорошо приготовленные баклажаны. Они вкусные. Они такие вот. То есть, короче, если бы я вот это приготовил дома, а этот дом приготовить элементарно абсолютно, вот такое блюдо для семьи, то это типа нормально. Но если я все-таки иду в китайский ресторан, я хочу, чтобы прям бау, понимаешь, чтобы вкус был, ну, возможно, они не добавляют, как все-таки принято у китайцев, они не добавляют, наверное, там, глутамат натрия, да, не сыпят его в блюдо. Может быть, из-за этого чуть менее яркие вкусы. Но мне кажется, нет. Мне кажется, просто это осознанное решение ресторана, ресторана, это все-таки ресторан как бы с большой буквы, их несколько, они там в центре, вот. Дело чуть нейтральнее, чем это могло бы быть. Вот этого мне не хватает китайскости. Ну, понимаешь, вот даже вот чесночные баклажаны, у тебя какие ассоциации? Ну, что это баклажаны, это подтверждается, что они чесночные, понимаешь? Если они чесночные, это значит, должен быть мощный, классный аромат чеснока. Да, это не должно быть компромиссное блюдо, типа ты его поел, а потом целоваться с девками пошел. Нет, если ты пришел в китайский ресторан и заказал чесночные баклажаны, они должны быть чесночные, они должны быть ароматные, чуть-чуть остренькие, все вот это. Тут это так, ну, типа можно и с девками пойти поцеловаться. Ну, лучше не нужно. Две коробочки у нас, две коробочки. Курица в стиле три стакана. Кстати, у них там несколько блюд вот с таким названием. Там что-то мясо три стакана. Не знаю, что такое три стакана. Тоже для меня первый раз такой термин слышал. Я думаю, что вас, так же, как и меня, заинтересовало название блюда курица в стиле три стакана. Я пошел искать. Вот есть статья прям про вот эти китайские новости, где написано. Во-первых, у них три повара. Из Тайвань прям написано в этой статье. Смотри, столько интересно. Надо заранее готовиться, наверное, к выпускам, да? Вот, они типа там все аутентичные из себя. Но что-то жизнь, жизнь принуждает их делать менее яркие блюда. Итак, три стакана. Это не мера воды, которой стоит запить это блюдо. Это уже мы поняли с вами. При приготовлении используется одну часть трисового вина, часть соевого соуса и часть кунжутного масла. Три стакана. Ну, то есть, блин, это просто соус. Вот так звучало, так звучало. 460 рублей 250 грамм. Тут тоже по весу все хорошо. И вот здесь я вижу для себя любопытный внешний вид блюда. Во-первых, я помимо внешнего вида чувствую аромат. Аромат базилика. Вот базилик. От него аромат. В китайской кухне это необычно, да? Смотри, то, что здесь имбирь. В таком виде, не знаю, его можно есть или нет. Ну, потому что имбирь, он жесткий, да? И вот это вот, этот же имбирь. Я же не ошибаюсь. Это не грибы какие-нибудь. Вот. Это все-таки, наверное, имбирь. И чеснок здесь прямо вот так вот куском лежит. Все это в соусе. Тут действительно есть куриные бедрышки. Несколько кусочков. Довольно много, кстати, кусочков. Это блюдо вообще состоит из куриных бедрышек. Давайте говорить прямо. Плюс вот эти куски имбиря с чесноком. И базилик. Очень странно. Такие сочетания итальянско-какие-то китайские. Мне страшно начинать с имбиря, потому что я чувствую. Ну, во-первых, острый будет, во-вторых, не прожуется. А в других, может, я нагнетаю. Но, честно говоря, первый раз я ем сухое куриное бедро. То есть оно высушено. Оно резиновое. Не то, что остыло, оно теплое еще блюдо. А, оно прям резиновое. Не, оно как бы мягкое, но резиновое. Знаешь, что такое бывает? То есть оно, бедро само по себе, его испортить очень сложно. Ну, не самый хороший представитель. Что касается имбиря. А, ладно, пофиг. Все, целый пошел. Все, достаточно экспериментов. Чеснок есть можно. Он мягкий, но, по сути, безвкусный. Имбирь отвратительный. Потому что он здесь внутри находится. Не знаю, нафига его добавлять. Потому что тоже... Из-за того, что он тонко порезан, его прожевать можно теоретически, но очень дискомфортно. Во-первых, он острый сам по себе. Во-вторых, у него структура такая довольно плотная. И он невкусно есть. И бедрышки никакие. То есть это блюдо очень странное. Курица в стиле три стакана. Ну, возможно, это фирменное блюдо. Но, ну ладно, если это блюдо фирменное, то, пожалуй, мне про это заведение все ясно. И я, наверное, туда больше не пойду. Вот. Не вкусно. Вот. Реально невкусно. Ну, у нас последняя лапша по-гонконгски с суткой, блин. Я же не мог не взять ничего с суткой. Надо попробовать. 560 рублей. 250 граммов. Тут опять легкий недовес. Это третий, да, легкий недовес. Но не так критично. То есть, в принципе, сказать, что они специально мне что-то не докладывают, такого нет. Все-таки стараются, ребята, как-то доложить. 560 рублей. Самое дорогое блюдо. Ну, опять-таки, его здесь немного, да. Лапша в стиле дошек. Вот она, тонкая, тонкая лапша. И вот она утка. Это грудка. Очевидно, да. Вот она, куриная. Ой, точнее, утиная грудка. И лапша, и все. То есть, тут вот это блюдо достаточно сухое. Ну, реально, даже внешне оно похоже на доширак. Со слитой водой, да. А все, слушай, вот, смотри. Ну, три, все, понимаешь? За 560 рублей я получаю целую бадью лапши и три, вот, три. Ну, то есть, три кусочка утки. Ну, может, там... А, вот еще одна, четыре. А, блин, фу, пять. Ладно, хотя бы пять кусочков. Ну, вот, все. Уныленько. В общем, тут уже изначально во вкусе мяса утки есть вкус печени. Я вот этого понять не могу. В каком бы виде я не ел утку. Но всегда ощущение, что я как будто ем печенку. Причем не обязательно утиную, серьезно. Не обязательно это должно быть фуа-гра. Это явно грудка со вкусом печени. Учитывая, что я печень не очень люблю, я поэтому и утку-то не особо люблю. Кстати, там еще был и шестой кусочек. Ладно, по количеству я сильно придираться не буду. В общем, сука, жареный дождик, реально. Не, ну, наверное, в смысле это, конечно, не прям там Роллтон они обжарили. Но по ощущениям, прям по структуре лапши Роллтон. Ну, тонкая лапша, приятная есть. Я люблю дождик. Это я не в негативном плане сказал, а в том, что прикольно наоборот. Мне нравится. Утка барбекю. Я знаю, что некоторые из вас мне прям советовали ресторан Китайские Новости, как один из, одного из лидеров китайской кухни у нас здесь в Москве. Но это сильно преувеличено, прям очень сильно. Что касается конкретно вот этого последнего блюда, лапша прикольная. Соусы не плавают, соусы они как бы распределены. Такой нормальный тоже устрично-соевый такой привкус. Нормальный тоже пойдет. Лапша приятная, утка сухая. И утку я в принципе не люблю, поэтому блюда тоже нет. Что касается китайских новостей. У меня плохие новости. Если вы спросите меня, это мое личное мнение. Оно может абсолютно не совпадать с вашим мнением. Оно может быть абсолютно категорически разнится с мнением владельцев заведения или шеф-поваров там, вот этих трех тайваньских. Ну вот. Но мне это заведение не понравилось. Мне не понравилась еда. То есть вот те эмоции, с которыми я сюда ехал и вообще ехал заказывать, я думал будет вообще бомба. Ну во-первых, я вот открою все эти коробочки, у меня тут уксус на такой аромат. И там кинзы, и что-то. Кстати, вот ни разу я не почувствовал привкуса кинзы. Ни в одном блюде реально не было привкуса кинзы. А это странно. Вот кинза, например, к баклажанам, накидая кинзы, уже по другому блюду будет. Я не буду советовать вот этим мастеровитым тайским поварам вообще ни в коем образе. Но все-таки ощущение, что это скучно. Я говорю, мы снимали Дракон Азии. Это доставка, по-моему, у них даже ресторана нету, блин. Мы открыли тут ароматы, блин, там чесночно-баклажанные, вот это все. Нифига. То же самое там ресторан Лусан. Да даже, я говорю, даже вот взять вот эту пародию, да, Ями-Ями, тоже там типа китайская еда, хотя это вообще ни разу не китайская еда, там просто кетчуп с уксусом и с сахаром сделали все, типа соус. Купили чили острый, залили. Ну такая пародия, короче. Я против абсолютно, честно говоря, таких пародий, потому что даже в поисковике вбиваешь, там вот это Ями попадается. Блин, вот это недалеко ушло от пародии. Хотя это прямо аутентичный, блин, прикиньте, 4 ресторана, прям рестораны, рестораны, но нет. Если вы хотите китайской кухни, прям реально каких-то ароматов, въезжайте в Китай. Здесь вы этого не почувствуете. Не почувствуете. Я не кайфанул. А если я не кайфанул, вполне вероятно, что и вы не кайфанете. Вот, товарищи владельцы, вы на меня не обижайтесь, серьезно. Я высказываю свое мнение, я вообще, может быть, дурак и ни в чем не понимаю. Просто вот такое у меня ощущение от вашего заведения. Китайские новости, не очень хорошие новости. Лимонадик и выставим оценки. Малина лайм. Хорошо, что в подарок дали, я на цену боюсь даже смотреть. Наверное, рублей 700 бы стоил бы. Ставим оценки. 59,5 баллов набирает. Кто я такой, чтобы вообще ставить оценки? Ну, серьезно. Я абсолютно согласен с вами. Я не тот человек, который вообще может что-то там про вкусы разговаривать. Я исключительно свое мнение высказываю. Это мое мнение, оно может быть совершенно неправильное. И вот Дима правильно сказал. Он сейчас попробовал. Курица губа, губа, уже вот эта вот так, курица остренькая. Он сказал, мне в принципе вкусно. Я как бы, да, вот правильно. Это важно, что Дима сейчас мне это сказал. Потому что, в принципе, как бы да, вкусненько. Как бы вкусненько, но мне не хватает китайскости. В китайском ресторане их и так днем с огнем не сыщешь. Реально, где в Москве? Суши, роллы, вон, на каждом шагу, разного качества. Пицца, хочешь там, бургеров этих вообще завались. А китайских ресторанов нет. А их нет вот по той простой причине, что, ну, видимо, проблема. Видимо, сложно сделать китайские блюда здесь у нас в Москве. Потому что нужны специи, нужны соусы. Вот. В этом ресторане мне не хватило китайскости. Я на этом настаиваю. При этом я абсолютно не хочу умалять вашего мнения, которые... Вот людей, которые мне писали, что вам понравилось. Вы имеете право на это мнение. И действительно, может кому-то это и понравится. Это не понравилось исключительно мне. Я бы здесь заказывать не стал. Именно поэтому ноль баллов я ставлю в качестве критерия лайк. Можете посмотреть. За цены я ставлю единицу, но считаю неадекватные цены за блюда быстро приготовленные. С ничего необычными, какими-то там ингредиентов нет у них. Вот. Один балл я ставлю, потому что в том же Драконе Азия сейчас посмотрел. Действительно, там 500 рублей ты заплатишь за полкило блюда, а не за 250 грамм. Вкус-качество 3. Моя оценка, можете не спорить. Соответствие 4, потому что, ну, в принципе, все, были недовесики легкие. Все равно ставлю хорошую оценку. 4, в общем, прощаю. Сервис 4. Тоже я бы не сказал, что все, какие-то есть у меня нарекания, кроме, пожалуй, количества салфеток. Хотя, я не обляпался. Это как так вообще? В китайском ресторане я не обляпался. Я в Лусане обляпывался. Мы снимали, можете пересмотреть. Драконазия обляпывался. Даже в какой-нибудь Чайно Тун, там, вот это, от Транспицы, тоже посредственное довольно азиатское заведение, ты там обляпал. Я везде обляпал. А тут даже не обляпался. То есть, вот, понимаете, недокитайскость даже в таких мелочах подтверждается. Но скорость 4,5. Почему все-таки не 5? Ну, чуть-чуть, но опоздали, как бы. Самую малость, там, может, не за 1.15. Говорили от 50 до 1.15, привезли в 1.18. Прикопался, согласен. Не стоило. Ну, и температура 4. В целом, все было горячее. Может быть, напитки, они были прохладные, но не настолько холодные, чтобы было прям вообще норм. Холодные, это для меня 12 градусов. Я хочу такие, 12-14, хочу такие напитки видеть. Ну, это, опять-таки, мое мнение, я вообще не слушаю. Кто я такой? Зачем меня слушать? Вот. Там мы его закрыли, его там больше нет. Ну, поэтому есть места, но их надо поискать. И, пожалуй, не вот, не вот, не вот. Это попса. Это попса европеизированная. И я расстроился. До скорых встреч. Воскресенье не за горами. Ровно через неделю. Предсказание еще. Давай еще одну печеньку сейчас. Оп. Знаешь, что написано? Написано. Вы достойный человек, и удача ждет вас. Вот это нормально. Вот это согласен. Я достойный человек. Меня ждет удача. И вас тоже всех, потому что вы классные. Извините, что жую. На печеньку.